Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая поблагодарила работников коммунальных служб за добросовестную работу в условиях шторма. Дежурные аварийно-ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме, а работники предприятия «Зеленстрой» брали ветки и поваленные деревья. Дисциплинарное взыскание получили сотрудники управления ЖКХ за недобросовестную работу. У нас продолжается работа по очистке территории. В первую очередь это касается глав сельских оборудов. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина распорядилась проверить договоры с охранными предприятиями, работающими в школах, а также ускорить заключение контрактов по благоустройству курорта. Анапа примет участников велогонки Гран-при Сочи. Рабочее совещание пройдет на этой неделе. Об итогах работы за прошлую неделю отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. В ходе проверок иностранных граждан 22 человека привлекли к административной ответственности. Результаты проверок по детскому краевому закону 1539 не выдержали проверки администрации. Сергей Козлов призвал глав сельских округов усилить работу. Информацию о проведенных проверках и работе предоставляют только из Первомайского сельского округа. Специалисты Управления торговли и потребительского рынка на этой неделе должны проверить торговые наценки в магазинах «Джигинки». Продукты из списка социально значимых товаров должны быть доступными. С торговыми наценками не выше 10%. Руководителям здравниц «Бемлюк» и «Кристалл» рекомендовано до 23 марта выполнить требования администрации на площадке у детского санатория «Бемлюк» заменить тротуарную плитку, «Кристаллу» установить шлагбаум. Уборка и контроль санитарного состояния на Пионерском проспекте и в городе – задачи ежедневные. А в среду и в пятницу в Анапе очередные санитарные дни. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.